Всем привет! На днях посмотрел я тут фильм Две птицы. Это такая краткометражка, которая даже получила... Да ладно! Золотая пальмовая ветвь за лучший краткометражный фильм 2008 года? Да ладно! Вот это ничего себе! Я еще слышал, что она на Берлинском кинофестивале тоже какие-то призы отхватила. Ну-ка! Исландия! Ммм, интересно. Я такую страну даже не знаю. 2008 год. Итак. Посмотрите, какие рейтинги. 7,1. Это очень даже неплохо. О чем хоть фильм-то? Случайная вечеринка неожиданно становится для пары подростков невыносимо тяжким испытанием. Ради своей любимой мальчик должен найти ответ, что делать, когда ничего уже сделать нельзя. Слушайте, вот это да! Вот это во-первых, подростковые проблемы. Во-вторых, так сказать, ищет ответ, что делать. Такие сложные вопросы для подростков. Слушайте, наверное, классный фильм. Такие рейтинги, ну, золотую пальмовую ветвь просто так же не дадут. Слушайте, а давайте посмотрим, действительно ли фильм так хорош, как о нем тут все рассказывают. Тем более, что идет он всего 15 минут. Ну, я могу себе позволить потратить 15 минут жизни на шедевр, как мне тут обещают. Ну, что ж, давайте посмотрим, посмотрим. Мне прям реально интересно, что за фильм-то? Так, я так понимаю, это наш главный герой. То есть, вот этот пацан и будет искать все ответы. Ну, что ж, давайте посмотрим. Как же он будет это делать? Мне самому интересно. Музончик такой неплохой. Так, это какая-то телочка. И я так рискну предположить, что это любовный интерес нашего мачо. Ну, так себе, если честно. Я буду называть ее, ну, для простоты, Дианой, потому что мне пофиг запоминать, как ее зовут. Ну, короче, бредут эти подростки вдоль какой-то стены с горой. Видимо, денег не хватило, чтобы реальную гору построить. Решили просто нарисовать. Молодцы, молодцы, сразу видно. Бюджетный фильм. Офигеть можно. А чего офигеть? Да это Ингиборга. А что она? А надо пкунать-то, епта. Ставила на 2 часа после занятий. Ну, вот стера, вообще. Я домашнее задание не сделал. Я же такую, блин, трудную, сука, задают, блядь. Заебал эту училку, моя хуйка. Ну, у вас я в туалет хочу. Ты че, овца охренела? Это, во-первых, не туалет. Это какие-то коробки. Или что это? И какой черт? Ты могла бы за них зайти. Почему ты сам не подойдешь к ней? Она тебя хочет. Сделай что-нибудь. Но наш герой че-то вообще, он, ну, никакой, реально. Ему говорят, тебя хотят. Давай, давай, вперед. А он че-то, да ну, нафиг. Я че-то сегодня не готов. Давай, завтра. Ну, в общем, какой-то он такой мутный, мутноватый. Че-то, не, 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 мне уже не нравится. Еще мне нравится, что тёлка сыт прямо на глазах у парней. Те стоят... Вот так глаза раскрыли, смотря. Ну, короче, это овца поссала, и они пошли на какую-то вечеринку. Что логично, конечно же. Начнется на этой неделе. Да ну, я думал, позже начинается. На этой неделе? Да. Все там же? Да. Это они о чем? Про месячные, что ли? Начнется на этой неделе все там же. Ну, да, как бы, обычно они там все время, и на этой неделе, допустим. Пошли, у него там есть все, даже пиво. Ну, короче, чувак в шапке-пидорке, естественно, знает, куда нужно идти. Там, где пиво, все логично. Идут они, короче, бухать пиво. Все нормально. Половину сейчас, половину потом. Ладно. Эй, половину потом не забудь. Обещаю. Так, ну, здесь у чувака в шапке-пидорке, видимо, заболела голова, поэтому вот этот парень ему сейчас дает лекарство, чтобы тот, соответственно, ну, вылечился. Это естественно. То есть, хорошие ребята. Сразу видно, хорошие ребята. Привет. Привет. Смотрите, что я достал. Что это? Это гетамин. Берите по одной. Ну, короче, видимо, у них у всех голова заболела, поэтому пацан в шапке-пидорке, он решает поделиться за всеми. Ну, нормально. Нормальный ход, я считаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты что, чувак, делаешь? Нельзя запивать таблетки алкоголем. Это же может плохо закончиться. Ты поаккуратнее, у тебя и так уже шапка-пидорка на голове выросла. Еще что-нибудь случится. На, держи. Давай, герой, и я с тобой. А потом, быть может, в завязку. Ну, короче, нам показывают, как подростки в Исландии проводят время нормально так, закидываются китаминчиком, запивают это пивом, и чувствуют себя замечательно, я так понимаю. Ну, что ж, именно за это и дается сейчас золотая пальмовая ветвь, да, чтобы подростки не забывали, как нужно себя вести правильно. Все круто. Ну-ка, что там у тебя? Ты о чем? Это у тебя не от Макдональдса? Очень смешно. Правда? Отстань, не смешно. Ох, и все улыбаются. Такая шутка прям вообще. Я бы никогда в жизни ничего смешнее не придумал. Реально, ребят, как будто на Камеди Клаб пришел, офигеть. Слушай, Саша, Снежок, пидор, как тебя там? Может, еще что-нибудь пошутишь, а? А здесь у тебя Бургер Кинг? Не подкалывай. Хочешь сказать, я толстая? Конечно, нет, ты самая красивая. Ох, чувак, чувак, ты что, все эти бургерные, что ли, подлизнули, чтобы ты их проэкламировал? Я завидую этой тёлке, она сосется с парнем в шапке-пидорке красного цвета. А где же мой рыцарь на белом коне? А я вообще не понимаю, хрю ли я тут делаю? Сижу тут уже под китамином с пивом, а ведь я главный герой этого фильма. Блин! Я в туалет. Давай, иди. Пивасик, видимо, даёт о себе знать и тёлочка идёт пассать. Ой, господи, нельзя же так говорить, это же неприлично. Она идёт пописать. Ну, короче, все заняты делом, одни сосутся, другие сад, и только наш главный герой сидит, короче, как неприкаянный, ну, вообще, он уже заправился пивом, скушал таблеточку, ну, и чё-то как-то он всё равно вяленький, какой-то он вяленький, сидит, чё-то там, чё-то, чё-то мутит, непонятно вообще, просто, чё за нафиг, чувак, ну, ты уже, не знаю, замути какую-нибудь мутку, что ты, ё-моё, ну, сидит, пялиться в одну точку, ну, что такое? Ух ты ж, ёпть, слушайте, если бы я проснулся и на меня вот такая харя пялит, я бы, наверное, вообще кончился бы на месте, ёлы-палы, вы посмотрите на ту, это же Боров какой-то, реально, ё-моё, господи, чувак, тебе нужно купить срочно маску Фредди Крюгера, она скроет твоё уродство, реально, и твой этот раздвоенный подбородок, похожий на мошонку, тоже скроет, господи, какой кошмар, слушайте, по-моему, этот фильм превращается в ужастик, чёрт, я надеюсь, что он хотя бы не педофил, а иначе его взгляд он не предвещает вообще ничего хорошего, отлично, фильм продолжает радовать, пацанчик снова пярит, просто уже, вот он пярит Зенки и весь фильм, теперь он пярит на самого себя, в зеркале, нормально, в общем, они все обдолбались, китаминчика с пивом, и решили поспать, в общем, наш герой пытается разбудить эту чёртову Лару, Лара, блин, какую Лару, Диану, Диану, уж так скажем, но она не просыпается, она уже всё, она уже никакая, короче, и она в хламину, естественно, она не проснётся, Лара, проснись, сейчас, подожди, Тебе не пора идти, да ей как бы пора идти, но она не в состоянии идти, понимаешь, у неё сейчас ноги могут только раздвигаться, а ходить не могут, поэтому, чувак, это бесполезно, и вот поздней ночью наш герой наконец просыпается, я говорю, он просыпается, поворачивает голову, открывает рот, открывает глаза и слышит. Подними глаза, весна здесь дарит чудеса, подними глаза, вон на носу сидит оса, подними глаза, растут деревья, как пенза, подними глаза, Володь, не против? Только за! Играет музыка, Итак, вечеринка заканчивается, попойкой, ну и групповухой, естественно, Это же Исландия. Тут все понятно. Диана 100% оправдывает свое имя. Ну и вот, собственно, концовка фильма, да, то есть, о чем вообще вся эта история была. Не о пьянке же, естественно, а о том, как этот пацан сейчас примет очень важное для себя и для этой телочки, видимо, решение. Да, он раздевается. Ложиться к этой малолетней Диане. Снова пярится на нее. Ты что, у нее фетиш такой, что ли, а? Я не понимаю. Пярится, пярится, пярится. Весь фильм он только этим и занимается. Ну. Шалава, а, шалава, проснись. Как поспала, шалава? Я тебе покушать придет. Тебе понравилось? Я офигеваю просто. Концовка просто феерическая, елы-полы. Ох ты ж, е-мое. Ой, как это мило. Милота, да и только. Пипец, короче. Отлично, отлично, отлично. Я теперь понимаю, за что дали конскую ветвь золотую. Мне так хорошо с тобой. Да, и главный герой пярится, снова пярится. Теперь уже прямо на зрителя, прямо в душу смотрит. Какое мерзкое кино, если честно, если вдуматься. Но здесь это выдается как что-то очень нежное, красивое, с самопожертвованием даже каким-то, возвышенное. Да, на самом деле, пиздец еще тот. Угу. И титры. Замечательно. Не, знаете, я, может быть, ничего не понимаю в кинематографе, но, по-моему, это какое-то дерьмо. И давать за это какие-то премии, да нафиг надо. Че это за хрень вообще? Обычная бытовуха. Об этом можно снять несколько серий, пусть говорят, но раздавать золотые пальмовые ветви, по-моему, не стоит. Короче, полная хрень, мне не понравилось. Всем пока.